Всем привет, это дядя Витя и сегодня у меня на ламповом обзоре классический бумажный дымогенератор Смерть Экспресс версии 2.8 на 738 коннекторе. Перед нами необслуживаемый дымогенератор в бело-оранжевом корпусе. Он состоит из двух частей – табакомайзера и фильтра танка. Табакомайзер внутри полностью забит коричневыми ошметками растительного происхождения. А фильтра танк служит для определения вруто-пихательной стороны дымогенератора. Питание генератора происходит аналоговым способом. С помощью открытого огня поджигается передняя часть устройства в так называемом пламя-коннекторе. В процессе дымогенерации девайс физически уменьшается в размерах, попутно выделяя отходы. Поэтому в хозяйстве желательно иметь пеплобанк. Теперь что касается вкуса. Представленный дымогенератор имеет классический вкус дерьма. Также в продаже имеются альтернативы сверхпопулярной классики, такие как «Мятное дерьмо», «Непонятное дерьмо» и «Вишневое», ну вы поняли, от компании «Черный капитан». Наряду с обычными существуют модификации дымогенераторов с видоизмененным или вовсе отсутствующим фильтра танком. Это у нас грузинские дребгены типа «Казбек» или «Беломор канал» и «Бесфильтра танковая прима». Дрипка «Беломор» имеет полый фильтра танк, с помощью видоизменения которого происходит контроль подачи воздуха на пламя коннектор. И тут уже все зависит от вашей фантазии. Можно сделать волкодрип, а можно классическую гармошку. Бесфильтра танковая прима – это мехмод со всеми вытекающими. Вкл, выкл, никакой электроники. Надежный и без просадок. Для истинных профи с желтой распальцовкой любители густого кашля и жесткого гари. Все три дымогенератора несовместимы между собой, поэтому возможности моддинга сильно затруднены. Установить туда кейк или даже лоу-кик попросту невозможно. Но на форуме попадаются знатоки, которые для повышения таха рекомендуют варить вату из фильтра танка. Вероятность добиться приемлемых результатов с помощью этого метода настолько мала, что дымогенератор зачастую становится вечно хлюпающим, а то и вовсе разваливается на части. К плюсам можно отнести маленький вес по сравнению с другими модами. Компактность. Поместится даже в кулаке батарейкина. Ну и собственно более подвижный образ жизни. Минусы очевидны. Во-первых, это цена. Дымогенерация развлечения далеко не для бедных. Во-вторых, это отсутствие возможности зарядки по стру. Ну и в целом ожидаемо хреновые резьбы. А на этом у меня все. Напоминаю, что в ближайшее время вас ждет обзор докторской колбасы из врачей общей практики и видеоотчет с летнего сафари на Снегирей. Ну и подписывайтесь на канал Батарейкина. С вами был Дядя Витя. До встречи на улице. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok